Так. Надеюсь, меня слышно. О, привет, Эдвард. Рад тебя видеть. Привет, Стивен Паша. Видите, пожалуйста, кто-нибудь ссылку в чат, если её там нет. Привет, Серж. Рада видеть. О, привет, Сергей. Ух ты. В общем, я немножко дурак. Я думала, что я взяла с собой пауэрбанк. Оказалось, что я его с собой не взяла. Смотрите на лицо человека, который думал, что взял пауэрбанк, а оказывается, что не взял. Ну, у меня, в принципе... Спасибо, Стивен. У меня, в принципе, 60% этого, в принципе, должно хватить на минут на 40, наверное. О, смотрите, какая там стая. Сейчас покажу. Не видно... А, не видно. Не видно. Вот. Вот. Это, к слову, марбурации не совсем оно. Так, ну, фокусируйся. В общем, это... Хотела сказать воронка, но это галлонка. Это... эти... альпийские галки. Галдят. Такая... на них фокусироваться реально что-то не хочет. Прям вот на них сном. На каштане. Нормально. Вот. Они захватили Миттенвальд. Ой. Так, сейчас, блядь. И я думаю... Ну, хотя нет. Сейчас они там наверху улетают. А вот буквально минут 15 назад, даже 5. Они ещё пока сидели на крыше всех этих зданий. Может, полетают и опять спустятся. Будем смотреть на галок вблизи. Они довольно забавные. Привет, Дим. Я в итоге приехала на поезде подешевле. Ну, в смысле, не на Дойчебане, а на обычном региональном. Хотя нет, он тоже Дойчебановский. Но он более такой региональный. Электричечка. Вот. Очень прикольная стая. Такая мощнее. Но мы не про неё. Мы вообще про деревушку, точнее городок. Миттенвальд. Но если как бы увидим чаю, тьфу, галок снова. Конечно же, я в них прийду, потыкаю. О, прятый город. Конечно же, я в них потыкаю пальцем. Прогулка будет, наверное, не очень долго. Я хотела в ущелье ещё сходить, но учитывая, что у меня 60% заряда, я была уверена, что я взяла пауэрбанк, но оказалось, что нет. Видимо, промахнулась мимо рюкзака. Так что это. Просто погуляем чуть-чуть по Миттенвальду. Вот. Мы в Германии. Внезапно. В пяти километрах от границы с Австрией. Да, это Германия. Так что Бавария. Не просто так. Да, горы, горы прям вот супер. Это называется, этот райончик называется Цукшпицарена. Насколько я знаю. Ну то есть... Ой. Так. Тут, кстати, сколько. Вот, Дим, ты... Ну ладно, тут нормально. Ты вчера показывал, что у вас там нечищены всё это самое, а тут ещё и лёд. Вот тут очень активно люди летают просто. Там, пока я сидела, настраивала стрим, люди... Ребёнок какой-то грохнулся на полку. Сейчас вот женщина красиво полетела. В общем, да. Буду... Мне вообще не холодно. Ну то есть как, нормально по-зимнему. Тепло. Для зимы. Вот. Кстати, я вот не знаю, может мне даже... Просто когда я пришла, вот так вот только вышла из поезда, на меня такое ветрище подуло. Я так... Ах, чёрт, я ж не взяла микрофонный, кошку дохлую не взяла. А сейчас ветер успокоился, так что... Ну... Не знаю, может даже вынуть его можно, чтобы... Ну в смысле нормально должно быть слышно, не должно сильно шуршать. Вот. А так, да. Метенвальд это... Я в нём была раз пять, наверное. А то и... А то и больше. Хисториша Ордскен. Унтермакт. А, кстати, там ни разу не была. Человек на велике. Пошли посмотрим. В общем... Ой. Так. Здесь, конечно, есть щебёнка и крошка каменная. Но... В общем, да. Была в этом городке раз пять. Вот он. Но... Всегда я просто пробегала мимо и никогда не... Эээ... Не... Это самое... Толком мне его не рассматривала. Потому что я всё время в Лойташ-клам ездила. А тем временем сам городок очень даже заслуживает отдельного внимания. Потому что, как вы видите, возможно... Толстный вид. Хорошо достаточно видно. Здесь почти каждое здание раскрашено. И, в общем-то... Да. Вот этой своей настенной живописью, которая называется... Воздушная живопись. А он и знаменит. Частично. Частично ещё он оказался известен тем, что это чуть ли не мировой центр производства скрипок. А также виолончели, контрабасов, гитар и прочих струнных и струнно-смычковых инструментов. Даже ситары тут, по-моему, производят. Что, в принципе... Что, в принципе, довольно занимательно. Вот. Я просто хочу сейчас посмотреть, действительно, где... Сейчас мы чуть-чуть уйдём от центра центра. Пойдём посмотрим, где находится... Куда показывал указатель, где находится рыночная площадь. Потому что в этой части я вообще не была. Я обычно... Ну, там вот, за этим зданием... За тем парком находится вокзал. Ну, вот. Я обычно шмыгаю туда сразу. Ну, вот так вот. Прямо и налево. И прямо-прямо обратно в Австрию. Потому что там находятся красивые очень ущелья. Лойташ Клам называется. Или ещё по-другому Гайстер Клам. Ну, типа, ущелья призраков. Или духов. Вот. На сегодня, видимо... Ну, по крайней мере, со стримом я туда не пойду. Не успею. Вот. Здесь прикольный магазинчик всяких... Не знаю. Всяких прикольных штучек тут есть. И штука подачи кофе. Ева, привет! И симпатичные почтовые всякие ящики. И, в общем, всякая ковка. Интересно, здесь мастерская тоже есть? Не вижу. Вижу кассу. Магазинчик. Ну, в общем, всякие кованые штуки. Ладно. Пошли. Смотреть. Так. Ну, так вообще, чисто поворотом кузница здесь тоже должна быть. Как будто бы... Вот. Вообще, город древний. Ну, то есть это место находится на пересечении. То есть это седло. Зейфельдовское. Оно за нами осталось. Ну, и, в принципе, мы всё ещё на нём. То есть это плато. Такой перевал между, по сути, долиной Ина и туда дальше, Бавария, Мюнхерн. Вот. И с аж римских времён это место уже было достаточно значимым, потому что оно, опять-таки, перевал. и здесь проходил путь один из, в Аугсбург, ну, и дальше в северо-западный, видимо, владение территория. Вот. О, здесь, кстати, недавно, смотрите, обновили балкончики, они всё ещё такие светленькие, свеженькие, потом со временем дерево потемнеет. Так, вот интересно. Показатель показывал куда-то сюда, но я чуть не вижу ничего рыночно-площадеобразного, и такое ощущение, как будто мы уходим из города. Ну, точнее, идём вот просто в жилые спальные районы. Ну, как спальные, гостевые, скорее. Потому что тут куда ни плюнь, везде либо отель, либо апартаменты. Ну, ладно. Раз уж мы и ходим изучаем Wittenwald, то давайте посмотрим всё-таки. Там вон церковь какая-то виднеется. Я вот сейчас, честно, ни разу не ходила. Вот. Потом, позже... Ещё что-то было такого между римлянами и семнадцатым веком. А, да, точно. Здесь, ну, горы, в общем-то, вы видите, лесом покрыты. Вот. И как раз таки здесь занимались рубкой леса, и последующим сплавлением этого леса, ну, или деревянных плотов, как это называется, вниз по Изору. Дальше. Тоже там, в общем, в Германию. Ну, там и так в Германии, но дальше на север, в общем. Вот. То есть с этим город промышлял очень долгое время. Плюс, ну, понятное дело, ремесленничество, всякая торговля. Слушайте, я чё-то не вижу никакой рыночной площади в этом направлении. Ну, ладно. То есть, по идее, она должна была бы быть прямо вот близко к центру, чисто теоретически. Окей, сейчас отойдём до туда, посмотрим на церквушку, и пойдём обратно, примерно. Думаю. О, Юля, добрый день. Да, уже день. И в Австрии, тьфу, в Германии, но здесь тоже день. Сейчас у нас пол второго, по-моему. Или нет? О, у нас даже два! Ух ты! Окей. Ух, какая ферма крутая. Точнее, крутая ферма с крутой фермой. Ну, то есть здание по виду напоминает ферму, то есть даже не совсем ферму, а как это, постоял... Ну, не совсем постоялый двор, а вот... В общем, такое ощущение, что здесь были раньше коровники, конюшни и всякое такое. Вот. А ферма — это вот, собственно, вот эти вот перегородки все поддерживающие. Поэтому классная ферма с классной фермой. Не-е-е, ну чё-то здесь как-то не то. То есть, конечно, тоже есть частично настенная живопись, но не совсем такая, как в более центральной части. Ладно. О, вот туда я вижу какой-то мост железнодорожный. Прикольно. О, и церковь модняла, у неё солнечные панели. В общем, я надеюсь, там возле неё может... А-а-а-а-а. Так, надо было... Сорри. Надо было притормозить и дать машине проехать. И потому что она проехала прямо вот мимо и прямо вот в луже колесом прямо. Ладно. Тоже, кстати, интересная конструкция деревянного, каменная башня сама по себе и вверх колокольный деревянный. Видно? Видно. Вот. Ну и там тоже что-то раскрашенное. Ладно, я думаю, ой, евангелийская церковь. Знаете, что я думаю, поскольку сейчас ветра в сторону у меня, то я думаю, на уши не уйдет. Спасибо, это срази. Екатерина, привет. Вот, мы здесь сделаем круг почета и пойдем обратно в центр. Пойдем искать классную воздушную живопись. И еще пойдем искать Матиаса Клотца. И еще я хочу попробовать найти статую осликов. 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 В общем, есть статуя осликов. Мы, кстати, ее даже с мамой как-то раз нашли. Случайно совершенно. Осенью этому порадовались. Сфоткались. И с тех пор я не знаю, где она. Ну да, действительно, это было так гуляли-гуляли-гуляли и тут хопа ослики. Так, мы сейчас уже зашли конкретно в частный сектор, по-моему. Ну ничего. И чушка. Да, с него прям синее-синее. Ну да, мы же к нему тут ближе. Так, повернись, дорогой. Молодец, спасибо. О, Наталья, ты сегодня с латинской расхваткой. Так. Вот так. Скользко-скользко-скользко-скользко-скользко. Асфальт. Все, идем обратно. Геннадий, привет. Ну цвет голубой в целом. Не знаю, может быть у вас просто так долго не было именно голубого неба, что уже прям голубое небо. В этом плане я вас понимаю, потому что у нас тоже на прошлой неделе было довольно все пасмурно. Ну как, один день был прекрасным, солнечным, потом затянул, а все было пасмурно. Ух ты, какие ставни классные. Деревянные резные, причем еще даже встроенные, хотя они не встроенные, прилепленные, в смысле привод, пришурупленные. Имитация. Ну что, симпатично. О, всякие солнечные, всякая солнечная символика. Идем прям против света. Ну, в смысле в сторону солнца. Так, что я говорила? Я же не помню. А, ну да, про погоду. Что у нас тоже было довольно пасмурно, но вот на выходных распогодилось. Я вообще вчера хотела сюда доехать, но не доехала. Вот сегодня зато. Ну вот, да. Ну, окей, мы наваляли в 2021, то есть в прошлом году. Прикольно. Мне, кстати, нравится, что здесь до сих пор традиция... Сейчас ветер будет немножко взбывать. Здесь до сих пор вот традиция всех этих деревянных стыков, построек и так далее. Все это держится и все это используется. В общем, классно, потому что так хочу. Даже, вон, когда новое здание строится, все равно используют традиционную кровлю. И все такое. Как видите? Сильно шумит? Он тут периодически есть, но редко. Но периодически начинает отдувать. Так, что это такое? Хаус Карвенделцауба. Окей, этот дом называется... Дом магии или волшебника Карвенделя. Так, мне надо отойти. Сейчас. М-да. Вот, теперь мы в безопасности снова. Ну, дом здесь прикольный в целом. О, дом Степан. О, Стефан. Так, 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 так. Так что правда, что Гетта назвал это место жившей книжной картинкой? Я не знаю, Эдвард. Я с Геттой в тот момент не разговаривала и мимо не пробегала. Но да, легенда гласит, что здесь был Гетта. Точнее, то, что он здесь был, я вполне уверена. Ну, во всяком случае, в это я могу поверить. И то, что он мог назвать это место жившей книжной картинкой, в это я тоже могу запросто поверить. Собственно, по легенде, именно он, именно Гетта, назвал все эти настенные росписи, до которых мы дойдем, настенной живописи, именно воздушной живописью Люфтмэлэрай. Мне кажется, там курятник, судя по этому петуху, встроенный в дом. Мы до этого заведем. Батареи мне точно на это хватит. Так, чего шумит? Ай! Так, здесь крошки нет, асфальта тоже нет. Скользко, асфальт. Вот теперь можно идти и смотреть, что вы пишете. Так, шумит, но не перебивает речь. Это хорошо. Катя, тут нам дом твоего котика. Окей. А здесь еще снег лежит. Та-та-та-та. Кстати, в Вензбурге тоже, ну, снег уже растал, но у нас еще нет травы зеленой. Ой, какой марки. Марки прям вообще зеленющие газоны были. Прям натуральные. Тут еще пока так скромно. О! Давайте притворимся, что это какой-нибудь римский мерный столб. Потому что они здесь в целом тоже где-то должны быть. Потому что опять-таки ушко... О! О! Здрасте, привет! Кто там про Гёте спрашивал, Эдвард? Гёте-штрассе. Значит, он здесь был, наверное. Ну, не факт. Ну, в смысле, не факт, что именно из-за этого его так назвали. Ручка крутая. Ну, да. Был наверняка. Потому что все-таки мы в Германии. Я думаю, в каждом приличном городе. Миттенвальт, конечно же, приличный город. Будет Гёте-штрассе. Улица Гёте. Вот. Собственно, почему Гёте, будучи тут, впечатлился и назвал это все воздушной живописью? Да. Потому что, да, в Миттенвальде где-то с 17-го, 18-го или, по-моему, 16-го... Не, где-то с 17-го, 18-го века прям вот расцвела эта техника раскрашивания, украшения фасадов. В основном на, собственно, религиозные темы, но также на бытовые. То есть, в целом, Бавария, Тироль довольно знамениты всякими самыми религиозными темами. Поэтому они будут на фасадах. Сервоз. Так, ну и бытовые тоже. Сценки есть. Вот. Вот. И... У меня тут записочка. Сейчас. Сейчас кину вас именем. Франц Карнер. Вот. Это один из художников, известных в этой технике. Ладно. Пошли тут и дальше. А, жарко! Я только сейчас поняла, что мне жарко. Потому что черное пальто, солнце светит. Когда солнце светит, тут действительно очень-очень тепло. Это тоже самое, как я выкладывала относительно недавно с шортс. Что... Ну, за бортом там, не знаю, минус три. Но когда светит на тебя напрямую солнце, то все ощущения на все двадцать пять. Тут, ну, классное колесо от полоски. С цепью. По-моему, от полоски. Так. Маска, прикрепись. Маска прикрепилась. Хорошо. Так. А, 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 а! Асфальт. В общем, когда будут всякие вот эти вот а-а-а-а и так далее, то я пытаюсь аккуратненько пройти участки, где еще снег не растаял. Точнее, снег растаял, но превратился в лед. Тут как бы есть крошка, но от нее толку не очень много. Так, кто что пишет? Так, что? Правда, что при императоре... ВОЗМОЖНО! Окей, у нас сегодня, я смотрю, интервью. Дороги точно стали отмечаться. Это все, что я тебе могу сказать. Но ни одного мильного камня я еще пока что не нашла. Я сейчас пытаюсь вспомнить, как они вообще назывались по-латыне. Верха, но это по-русски. То есть именно вот этот Майлстоун. Майлстоун. Если мы вдруг случайно один такой найдем, будет круто. Еще будет круче, если мы найдем Ослика, в котором здесь тоже рада. Я так полагаю, что памятник в честь Ослика сделали, потому что они, скорее всего, как раз помогали лес таскать. Вот. О, Сузуки Джимни. Машинка моей мечты. Ой. Которая хочет меня задавить. Окей, я думала, она поворачивает. А она едет прямо на меня. Я думала, что... Я думала, что... Гешу на Хрейцер. Так. Ой, ё-моё, лед. Сейчас. Мы проскочим. Проскочим, мы обойдем. Или не обойдем. Непонятная ситуация с транспортом. Все стоят, и я стою. Ладно. Стоим, ждем. Ну, феста... Не, феста это просто... Люди есть. Я жду в период... Да, миллиариум. Да, спасибо. Я тут периодически с людьми здороваюсь. И говорю, я просто их не показываю. Вот. Ну, кстати, да, действительно, у меня тоже было такое ощущение, что пошли туда. Нам к церкви. В любом случае, в любой непонятной ситуации идей к большой красивой церкви. Там точно будет центр. Вот. Церковь Петра и Павла, если правильно помню. Ну, вот. Собственно, она как раз прям вот воплощение этой самой Люфтмалерай. Малерай. Да. В свой стиле барокко и смесь барокко Срококо, если правильно помню. О, Матиас Клотц. Прекрасно. И его-то я и искала. Ну, не то, чтобы я его искала. В общем, Матиас Клотц. В скрипичных, да, делал мастер. Это так по-русски называется. Короче. Жил-был Матиас Клотц. И в какой-то момент своей жизни он решил, что он хочет научиться делать скрипки. Поехал он весь путь до Падуи. Обучился там лет пять-десять на, собственно, изготовителя скрипок. Ну, и не только скрипок, виолончели, контрабасов и прочих струнных и струнно-смолочковых инструментов. И вернулся в свой родной Митенвальд. Организовав здесь новую школу. И продвинув это настолько, что действительно митенвальдские скрипки и прочие струнно-смолочковые инструменты пользуются огромной значимостью, популярностью и до сих пор эта традиция здесь жива. Вот, собственно, это было то, что очень сильно меня удивило, в принципе, в Митенвальде. Потому что, честно, я уже говорила, что я сюда раньше просто приезжала для того, чтобы добраться до ущелья и погулять там. Ну, как бы, милый, симпатичный городок. А потом касалось все, что городок не просто милый симпатичный, а очень богатой историей. Вот. Чего? У тебя есть шанс заполучить машину твоей мечты. Водительница же вышла, да-да. Она вышла и заврала ключи. Я думаю, не я первая, не я последняя, кто хочет себе сузуки дремни. Поэтому... О! Швальбеншванс! Я его вижу. Хе-хе-хе-хе. Ммм... Ласточкин хвост. Это этот стиль... Ну, это боковой ласточкин хвост. Стиль стыков деревянных. Ммм... Хо-хо-хо. Раз когда-то делала работу про все эти стыки. И единственное, которое я помню, это вот, собственно, ласточкин хвост. Да, здесь до сих пор делают инструменты. Здесь даже каждые четыре года проводится фестиваль мастеров скрипки. Ну, или инструментов. Назовем это так. Я буду говорить скрипку просто потому, что первое, что на новом приходит, а только не только скрипки делаются. В смысле, первое, не то, что на новом приходит, а первая ассоциация. Но... Гитары, я так поняла, тоже производят. Так. У нас снова крадется сузлуки. Я смотрю, они прямо популярны. Но это не та, которую я хочу. Вот. Это у нас церковь Петра и Павла. Петропавловская, по сути. Вот. И она должна быть тоже вся такая разукрашенная. По крайней мере, частично. Порока. Округлённые, округлые формы. Очень женственно. Музей скрипок мы тоже... О, вон, кстати, памятник Матиусу Клотцу. Музей скрипок мы тоже посмотрим. По крайней мере, мы посмотрим на него. Я что-то не уверена, что здесь сегодня что-либо открыто, кроме кафе с мороженым. И людей, кстати, очень много. Точно я начала говорить, что я вышла из... Ну, вышла с вокзала, и город пустой. Но летом здесь движуха. Обычно. И котики. А, ну, собственно, да, мы пришли на главную улицу. Ммм... Вышли. Сейчас. Подойдём, посмотрим. Вот. Так. Блин, цвет какой-то не очень. Если попробовать ткнуть пальцем... Зарядка. Зарядка есть у меня. В 46% нормально. Тут много брусчатки. Но, кстати, не очень. Здесь, в основном, асфальт. А, вот. Здесь даже улица называется именем Матиуса Клотца. Вот, собственно, Матиус Клотц. В процессе делания скрипки. Вот. И, да, инструменты из Миттенвальда, ну, из этого региона. Пользуются тоже особой популярностью. Потому что у местных ёлок какая-то очень особая древесина. Очень мелкозернистая. Видимо, из этого инструменты получаются более гладкими. Я уж не знаю, как это влияет на их акустические свойства. Ну, в общем, да. Я так поняла, что... Вон, он написано. Родился в 1653-м, он в 1743-м. Да. 17-18 век. Вот. И... Я начала говорить. А, ну да, что, собственно, есть известная фирма Амати, итальянская. Ну, и фирма Клотц, если я правильно поняла, тоже очень знаменитой должна быть. Ну, сама я, к сожалению, не особо сильно понимаю, что в музыкальных инструментах. Но вот, что запомнила, что поняла, то вот вам сейчас рассказываю. Евгения, привет! Рада видеть. Так. Сейчас я... Вроде автофокус не сбился из-за того, что я один раз сфокусировалась на статую. Или... Нормально же с фокусом всё. Вот. Вот примерно здесь мы начинали стримить. Сделали круг почёта и идём теперь по главной улице. Так. Вандереншигебит. Гагенбаумнизеум. Слушайте. Мне что-то казалось, что он где-то здесь, на этой улице. Вот туда дальше. Но информационный столбик показывает туда. С другой стороны... О, дом где-то. С другой стороны, информационный столбик показывал также, что в том направлении рынок. А я его не нашла. Ну, по крайней мере, на бан... Екатерина, спасибо большое, это котик. На Банхофф он правильно показывает, вокзал действительно в том направлении. Ну что, попробуем снова поверить в показатели и поищем музей скрипок. Он должен быть где-то рядом. Да, про брусчатку я уже сказала, брусчатка до сих пор только здесь. Окей, я вижу красивое здание, расписанное. Здесь меня предупреждают о том, чтобы быть аккуратной, потому что с... Вот. Так, котик Екатерина снова завис. О том, что с крыш может свалиться снег. Ух ты! О, это они разобрали здание и оставили только несущие конструкции. Сейчас его полностью внутри перестраивают. Стены, да, внешне ставили конструкцию. Этим каково. Цигель. Цигель-цигель. Ай-лю-лю. Он же кирпич. По-русски. Вот, когда я пришла... А, вот он! Вот он! Окей, нашла! Гагенмузео. На вид он, конечно, закрыт. Ух ты, как симпатично! О, какие цвета яркие! Недавно, видимо, обновляли. Так. Да. О, там вон в окне Матия Склотт со своими скрипками. Немножко обидно, что всё закрыто. Или? Что пишут? Тихо. Так. Окей, дистанцию соблюдается. Это всё понятно. Этим сайтом. Динстаг. Без зонтаг. Монтреки шлоссен. То есть чистая терричка, он даже открыт. Ммм. О, о. О, о. О, о. О, о. Эм, извините, два вопроса. Коанда я с картизален? Да, да, да. О, о. О, о. О, о. О, о. О, 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 о, о. sitzen дома. Нет? Да? Да. О, о, о. Должна вопроса, я могу сюда снимать? Св directed? Св Sentinel, да. Ч permettre. Так, кру mod Ice Pierris. У Bardi. With respect! Будем искать банкомат. И пойдем в музей. Он отказался открытым, дядя сказал, что снимать можно. Прикольно. Хи-хи. Карты не принимают. Ну, здесь в целом с этим немножко проблематично, особенно в таких небольших местах, потому что, ну, скорее всего, потому что за это все надо платить же тоже за пользование терминалом. Это не всегда выгодно. То есть там какой-то процент банку отчисляется, плюс терминал сам тоже что-то стоит. В общем, из тех пяти евро, которые они бы с меня получили, если я найду банкомат, получат они буквально, ну, в общем, меньше, чем 5,50. банкомат. Где ты? Увидите банкомат, кричите. Я пока его не вижу. Он сказал, возле церкви вроде как налево. Сейчас я, правда, прямо пошла. Просто, просто по логике, что, блин, центральная улица, должен же он где-то здесь рядом быть. Ну, то есть, да, во всех этих местах, кроме ювелирного, возможно, тоже, скорее всего, такое наличкой. А, у меня наличка закончилась. Ну, я не вижу. О, Алекс, привет. Мы тут банкомат ищем. Вообще, все закрыто. Офигеть. Я, конечно, понимаю, воскресенье... А, нет, ну, кафешечка открыта. Я, конечно, понимаю, воскресенье и все такое, но... О, вот тоже, кстати, красивое здание. Сейчас, знаете, что делать? Делать широкий угол. Сейчас, наверное, не было. Хотя, правда, на широком угле, насколько я помню, там качество снижается. Так. Ну, нет, я не вижу здесь банкомат. Ладно, давайте обойдем. Посмотрим с другой стороны. Может, естественно, лучше в сторону вокзала вернуться по родину. Пиццерия Венеция. Так. Кафешечки. Да, кафешечки открытые. Это, конечно, очень мило. Кайгенбао. Тоже, кстати, здесь какая-то мастерская, где производятся скрипки. Так. Сейчас, блин, спрошу у кого-нибудь, где банкомат в этом городе. О, кстати, Дим-то говорил про сугробы, да? Если бы здесь. Ну, Дим вчера сугробы напугал. Если бы он тоже горы есть. Ладно. Да. Пока что банкомата нема. Но здание все равно красивое. Здесь также блинчики делают. Так. Ну, я просто увидела слово фанкухен. О, здесь, кстати, тоже он скрипки производит. Судя по всему. Ай! Блин. Я буду очень приятен. Апопо. Знаете, где есть банкомат? Они говорят, что если я ерунда, то будет приятен. Я нужна банкомат. Но знаете, где есть банкомат? Да. Или вот здесь? Или там? Или, где есть банк? Или вот здесь. Или вот здесь? Да. Ну, я тоже. Но я сказав, что vielleicht они увидят один. Я иску один. Я вообще. Да. Окей. Тогда я буду продолжать. Спасибо. Там была куча навоза, в общем, да, реально буду богатый, как только найду, блин, домат. Но навоз это чистая органическая субстанция. Трава приварена, но это уж и не страшно. Что выше читаю, Алекс? Подожди, у меня солнце слепит, я тут и так по сторонам смотрю, а не под ноги. Чё пишешь? Повтори, пожалуйста. Так, что? 2% комиссии... Ага, окей, ну да, комиссии по этому самому побеждалу 2%. Я не знаю, честно говоря, какие здесь комиссии. Привет, Павел. О, кристальчики. Так, я на улице, на большой красивой улице. Ух ты, прям кристальчики-кристальчики. Когда разбогатею, вернусь сюда за кристальчиками, возможно. Ладно. Ну жесть, даже не написано нигде название. А, вот, вижу. Чё? Не вижу. Мелко написано. А, окей, Карвендельстрасса 17. Логично. Ну, в смысле, логично, что Карвендельстрасса, потому что мы ещё параллельно находимся в одном из центров этого национального парка, точнее природного парка Карвендель. Ну, банкомат должен быть в любом случае где-то. Потому что, как-то же людям надо ходить в кафешечки и всякие музейчики. Деньги-то не в конверты дают, вроде как. Значит, должен быть банк. Значит, должен быть банкомат. Скорее всего, вот где-то там. Сейчас вот я вернусь в зону рядом с этим же вокзалом. Я думаю, что мне батареи хватило, на самом деле. Так, 38%. Надо быстрее искать банкомат. За то, что мы так до музея не дойдём обратно. Так. Я сейчас верну... ...место. Чтоб чуть-чуть леднее было. А, ну вот, да. Я как раз об этом подумала, Алекса. Как раз и убрала. Уж, жарко. Вот что я вам скажу. Даже шапки можно снять снова. Так. Окей. Здесь есть микромагазинчик, который закрыт. Продуктовый. Здесь большой пафосный дом. Скорее всего, отель. Скорее всего, отель. Абанкомат где? Ёжик Мартина Гарл Парк направо, сразу налево. И опять направо. Окей. Я так понимаю, что парк это вот. Наверно. Это единственный парк, который тут знают. Хорошо. Сейчас. А, вообще-то там банк. Во, я вижу банк. Всё. Отлично. Пошли грабить банк. Да. Здесь, кстати, мороженица одна. И там где-то вторая была. Или они рядом. Или там. Ну ладно. Пошли туда. Так, направо, потом налево, потом снова направо. Что-то в этом роде. Направо, сразу налево, опять направо, да. Но я вижу банк. Так что... Брайфайзенбанк. Да. Тут действительно надо быть очень внимательным. Потому что как раз таки вот тут вот и падали просто все, кому не лень. В этом парке. Так. Мне, скорее всего, надо будет ещё смазку надеть. Снова. Постойте здесь пока. Маска есть. Маска есть. Ещё. Пошелёк. Где деньги есть? А, да. Евгений, мы гуляем в Миконвальзе. Ну, там же написано. Ну, то есть, ладно, хорошо. Теперь вы знаете, ещё на какой улице гуляем. А... Чё надо? Отстаньте. А денег никто не даст? А вход здесь есть? Нет. Блин, квест. А, гель-то автомат, окей. Мы его нашли. Прекрасно. В общем... Вот вам горы. А я пошла грабить. В общем, я пошла. Постойте. Спасибо. Не делай. Ух, не делай. Ух! 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 Ха! Ух! Ух! Так, теперь бежим в музей. Обратно. О! Маски. Прикольно. Крипово, но прикольно. Да, дело в том, что мы не подключаем газовые установки, не пропихиваем газовые шланги к банкомату и совсем его не грабим. Ладно, он так мне деньги выдал, так что не пришлось его взламывать. Так, Ice Café Coast, да-да, всё хорошо. Здесь, кстати, чистенько, в отличие от той стороны. Видимо, люди часто ходят и вытоптали весь лёд. Вот тут Ice Café. О-хо-хо-хо! Мы взяли банк! А-а-а, ароматизаторы кафе, которые пахнут на всю улицу. Нет, мы сейчас идём в музей. У нас культурная программа. Я не могу вас поставить на зарядку, потому что я думала, что взяла пауэрбанк. Точнее, я думала, что кинула его в рюкзак, но, видимо, промахнулась. Потому что в рюкзаке его нет. Значит, он где-то дома так и остался. Вот, ну и чё, в принципе, я думаю, там музей не особо сильно большой. Вот, ещё минут 15-20, у меня батареи точно хватит. Мы сколько уже гуляем? Мы уже час гуляем. У меня было 64%, сейчас у меня 38%. Нормально. Он не очень сильно, не очень быстро разряжается. Вот. Ну и телефон мне, в принципе, особо сильно после этого не нужен будет. Все проездные у меня... Ух ты, какой прикольный золотой спок! Скользко. Все проездные у меня в виде проездных. Расписание, где во сколько идёт поезд обратный, можно посмотреть на станции, поэтому всё хорошо. На, они ходят в казыши каждый час. Он тип... О, ёжи! Прелесть! Пошли дальше. Так. Музей. 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 Сами мы гуляем. Та-дам. А, да, точно. Мы не видели никакого танкомата, это точно. Наверно. Хотя, кстати, не знаю, я не помню, успела я его показать или не успела. Я сказала... Я стала крикнуть, что банкомат. А потом мы смотрели на горы. Так. Ну что ж. Я готова. Впускайте меня. У меня есть кэш, как вы просили. По-моему, тут единственный посетитель, это я и семья работников музея. Так. Сейчас я вам сидать. Привет. Мария, вперед. Привет. 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 АПЛОДИСМЕНТОРА. О, аууууууа. Оуууууу Ид coating. П apк сняли. Мне надо импаспорт Спасибо 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 А, окей Спасибо Окей Ой Ага, первое что вижу Это штаны Ой Окей Удом 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 Это музей Всё Очень В общем, это просто музей, но каждую пятницу днем здесь, тем не менее, работает мастер для показателей выступлений, так сказать, показывает, как скрипки делаются. Всё, что я помню сама, это то, что дерево, ну, я уже рассказывала, да, что используется местная порода ели из местных гор, она очень мелкая, зернистая, вот, сушится она там где-то 15 лет, и потом даже у неё делаются скрипки. Какая прелесть деревянная. Светлана, здравствуйте. Да, Олексу точно. Просто возьмите мои деньги и пустите меня. О, здесь не только он, здесь ещё и маски делаются. Грегенбауэр ларвы. Чё? Личинка этого скрипичного мастера? Что? Ларва – это же личинка. Что? Окей. Так, давайте почитаем, давайте попробуем разобраться, что происходит. Так, здесь ларва есть, де у нас бисхэр альтошта беканта мит вальта холцмаске. Окей. То есть, это старейшая 1655 года маска деревянная. Ага, здесь штангуштангвёздээс англандээ. Партнгвисманас. Слушайте, надо почитать, может, тут написано, что это вообще. Так. Круто, здесь по-глески есть. Отлично. Так. Чё бы вам такого показать? Вот, смотрите, на скрипке я буду читать. Хе-хе-хе. Да, наверное, лик. Очень жарко. Да, ну, как я уже говорила, с 1685 года здесь зародилось именно скрипичное дело, скрип, скрип и деланье. Когда он его привез сюда Матиас Клоттс, окей, да, с тех пор, да, он распространил это дело, получил очень другие семьи Дмиттенвальде и, да, например, окей, ладно, разные семьи, которые занимаются, до сих пор, видимо, занимаются. Некоторые из них три века этому делу. За всё это время больше десяти поколений создала примерно 600 скрипок, гитар, цитера, ситар, это ситар, да, точно. Ой, даже луки здесь делали. Прикольно. М-да. Окей, скрипки использовались, Меттенвальские скрипки использовались Моцартом. Локал продакшн, в общем. Так. Да, для... Да, окей. О, ещё джазовый виоли... скрипач. Шукинау Райнхарт. Я не знаю, кто это, но вот какой-то джазовый исполнитель. Ну, окей, это помимо сельского производства, сельского продукции... Ой. Я про из него забыла. Кстати, говоря о ситарах. Очень красиво. Прикольно. О, тут какие-то уже крампусы прям пошли. Почти что. Это неинтересно. Зачем им эти маски? Надо будет почитать. А-а-а. Кстати, я сейчас вспомнила. Здесь, вообще-то, проводится также карнавал. И здесь ещё даже венецианцы каким-то боком тусили. Вот. И примерно из тех временов здесь также карнавал производится. Так что, возможно, эти маски использовались во время какого-нибудь карнавального праздница. И каждые пять лет здесь даже проходит метанвальский фестиваль. Как раз со всякими ярмарками большими, музыкой и всем вот этим вот. А тут, кстати, написано. Так. Во-первых, посмотрим, сколько у меня. Тридцать процентов нормально. Дофига заряда. Вот. Так. Ла-ла-ла. Музей находится в одном из самых старейших. В одном из старейших домов. Непанваль, да. Само здание. Фреска, которая украшается в здании 1764 года. А здание самого позже, старшего. Ну, понятное дело, что сначала было здание, а потом фреск появилось. Так. Да, было зарегистрировано в кадастре 18 века. Тут, конечно, все хорошо. Давайте вы мне расскажите про маски. Про маски я пока не вижу ничего. Ага. Ага. Ну, может здесь написано? Ага. Ну, может здесь написано? Контрабас. Прямо над нами. По-моему, он контрабас, да? И вялочер, и скрипка, и еще какая-то фигня. Круто. Нам еще наверх будет подняться. Ну, реально-то, по ходу, во время всяких маскарадов используются. Использовались. Ну, используются, скорее всего, тоже. Это уже. Пытаюсь прочитать. Этот мужик. Пошел, что 10 тысяч марок на этой местной церкви городской. Молодец. Используются. Все. Все запомнили. Короче говоря, известный богатый мужик. А про маски я так информацию не нашла. Ладно. тут это по голове бойник если что поэтому я призрак дух окей спасибо так снова про историю митон вальда сейчас не хочу очень много про это все что потому что ну как бы сам музей посмотреть так ну хорошо когда гильдия мастеров скрипачей скрипичных дел во вторую половине восемнадцатого века активный маркетинг повторяться ладно тогда просто посмотрим о боже мой что это я же пришла в музей скрипок что это короче вот это называется вот так сейчас сфокусируемся чтобы это не значило это тоже видим какая-то форма выражения чего-то там вот честно в таком я реально не разбираюсь это святой тихо нас не помог это все что я приняла из всего из этого ладно у меня уж подумал здесь эти всякие шифровальные аппарата а здесь наверно можно у меня самый распространенный вопрос на данный момент это что они чертите маски ухты какие я уже забыла пытаться найти информацию я просто смотрю красиво класс класс нас привет привет мы тут музей пришли так сейчас я сделаю вид ушами и снова чтобы автофокус работал ой даже ухты из даже чита автограф росписи так ну фокусируется слишком близко ты не хочешь фокусироваться скрипки с головами льва ой от автора мать и мартина кривер видимо этого авторский почерк завитушки прикольно как это называются эти кальки интересно тут про всяких а здесь про коллекционеров окей здесь у нас коллекция андреаса кринера сейчас мереальная серия ничего не понятно но очень интересно разные части скрипок а тут еще и разные разные в общем брача это гайги в общем разные виды скрипок получается я помню что есть скрипка есть штучка поменьше и штучка побольше для меня это все скрипка но у них вот разный чуть-чуть название вот гайги а вот это прача написано так руки мать и закрики к нему гонки колковая коробка это завиток окей то есть завитушка я была права окей это была господи них еще вот эти вот штучки которые растягивают струны отличаются то есть это была коллекция вот эти вот штучек которые натягивают струны а вот это сама коробка и так правильно понимаю то есть колковая коробка это вот прям вот название завитушки окей все понял ухты какая клетка для скрипки я жучу скорее всего конречная какая-нибудь наверно а а нет вот это вот переносной ящик для транспортировки вот этого добра а тут не написано что это вот кстати здесь все эти пути от Венеции до Ангксбурга один из них как раз через Литвенальд проходил торговые пути транспортировки европейские средневековые ну не только я же говорю они с римских времен у смычки окей богин имеется ввиду смычок а не лук make sense просто ну богин это и смычок и лук поэтому я перепутала понятия теперь да теперь все встало на свои места ну в принципе ну да для луков лучше тис использовать не знаю насчет ели ну типусечка такая маленькая ага вот тут им уже было лень на английский переводить окей то есть сначала сделаются разные части корпуса о о здесь кстати вон даже нарисован вот срез получается еле на дерево потом делимся чертеж и потом вырезается прикольно тут тут всякие перемычки штучки ну вот тут уже готовый почти что инструмент да 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 это была коллекция подставок вот она вот она прикольно подставка почти что совушка но вообще юрис по моему цветок какое-то красиво так с этим и разобрались более-менее так настоящий или подделка вот вот тут про то как отличать настоящие подделки если вам будет продавать клоц а кажется что не клоц так ну в общем тут надо прямо делать целую экспертизу для анализа в общем да цена образуется из цена вот возраст происхождения ну и действительно ли это был тот мастер который заявлен или нет ну в общем то как и в любом другом виде искусства вырезанные золотушки в корпусе это F спасибо ладно о идентификация если она не подписана окей если у скрипки никак не подписаны вот например вот как тут и собственно как мы там видели тоже на этих на гифах на джина как эта штука называется есть еще заряд у меня 21% ну короче говоря если не подписаны то надо смотреть по стилю потому что у каждого у каждого мастера свой стиль окей понятно просто написано что что в общем короче если есть такая подпись то скорее всего руки мастера это та самая контрабас пошли наверх тут прям портретная галерея класс ух ты какие львы ух ты прям как эти викинские корабли а что в баночках этот воск ну полиш короче о чем натирают кстати да тут уже говорили было где-то написано что что Клодз использовал какую-то более темную полировочную штуку и его ну или митенвальдской по крайней мере скрипке более темной тенгами нет чем чем другие я буду потом попробовать вернуться посмотреть что же там конкретно используется много много скрипок они все таки маленькие которые мне сказали что скрипка чуть больше ну не прям Джейкобс Тайештайна окей это уже один из мастеров прикольно о сердечко какая милота а здесь ракушка на подушке класс прям узоры такие все выгрыгра на маленькая скрипка окей Андреас Реш здесь Йозеф Риггер ооо ну мило же вообще красиво ну вот я сейчас смотрю на все эти детали так видно вообще прям вот я люблю куда видно виден узор дерева что ты так дружишь я ж стою смирно откуда-то вибрации не бойся я не собираюсь тебя есть еще один по голове бойник ух ты контрабасище а вот мы его видели мы их видели снизу точно 19% окей да нам точно ух ты какой красивый крендель прям идеальный круассан надо учиться так делать интересно интересно пошли пошли пошла ли формы круассанов от формы завитушек скрипок ну вот уже известные нам разные держатели струн точнее полочка для струн тоже с сердечками всякими завитушками прикольно так что у нас с фокусом ух контрабаси какая какая штучка какие какие шестереночки я не знаю как это называется ну короче красиво тут всякие так ага вот это работа фрица прельса бытовые так сейчас учился в королевской академии искусства и дизайна саксонский художник после окончания переехал в Мюнхен да давайте его его работа что ли попробую показать так да переехал в Мюнхене а каждое лето проводил в Мюнхенвале да рисовал портреты ну и вот бытовые всякие домашние сцены в том числе видимо из жизни мастеров так дружил с другими художниками Луисом Каринским и Вильям Лайбом я их не знаю но они дружили да такие фокумы такие алексов точно о гитары ухты 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 а пояснить можете пожалуйста интересно ну то что это какой-то наполеон в смысле не какой-то наполеон а определенный это да по форме судя по всему всякие сражения но историю вот тут дайте не подписано тут что-то написано но ЦУФФИНСЕНТР ну здесь опять-таки про инструменты так надо будет им в книгу этих самых предложений комментариев о эм люкни а нет а нет ситар чего да это же ситар ситхер ну по крайней мере я так это перевожу а я думала ситар это что-то типа ну как его ну что-то типа вот такого которое внизу висело ладно надо будет потом поликбедничать по поводу всяких этих инструментов а пока мы просто будем ваппин гитары эм будем пока просто слюбоваться ух ты ух ты ща попробую приблизить там красиво показывают так фокусируйся ну фокусируйся да вот вот ну и про маски тоже чтобы как-то было более понятно например окей то что там это что-то маска это все хорошо на что они означают как-то чтобы эта информация была более наглядной что ли ну ну не укулеле ну почти ну почти прикольно резонанс так так сейчас надо будет очень аккуратно сходить со сцены чтобы не было очередного кабума что у меня зарядом 16 процентов нормально у у у у у у у меня кстати здесь вот про этот контрабас вот просто потому что он такой огромный это когда ты первый раз приходишь в театр да ты видишь весь этот оркестр в оркестровой яме ты видишь ты видишь все эти инструменты а ты еще сам при этом маленький ну или маленькая и тут такая вот огромная фигня которая больше тебя сейчас ты уже повыше стала ох доросла доросла до контрабаса выше но когда ты маленький а тут он это просто вот впечатление на всю оставшуюся жизнь то мне надо было выпрямиться ну ладно немножко на подставочке конечно ну вот я чуть чуть выше и он на подставочке но он сором почти что выше меня а я между прочим метр семьдесят семь ну в нем точно метр метр семьдесят или как минимум метр шестьдесят пять есть хотя нет ладно там подставка 10 сантиметров или 12 нет ладно метр шестьдесят ну наверное такой почти что комплекс ладно шучу меряюсь ростом с контрабасом так окей здесь можно всякие фильмы смотреть ухты 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 Узорчики. Я люблю узорчики. Ух ты. Канта домино. Канта да домино, простите. Sorry. Вот. Бас, тенор, что-то там. Гамбе. Гайке. Гайке. Ух ты, какая штука. Ух ты, там еще лицо. Видно лицо? Видно. Тут узорчики тоже. Всякие разные. Ух ты. У нас немножко почти что греческие мотивчики пошли. По крайней мере, прическа такая греческо-римская. Дискант Канда. В общем. Ух ты. Вах, 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 сейчас. Вот. Прям вообще. Прям авторская, авторская. Интересно, на нее вообще играли? Виола д'Амора. Ага, ага. Типа виолончарь любви. Ну или скрипка любви. По ней видно. Вот баточки. Баточки, завитушечки. Узорчики. Крутяк. Что у меня за зарядом? 14%. Норм. Мы успеем выйти из музея. Наверное. Лёвчик с ежечком. Шихта. Ого, шихта в Вайлове. Эдемоскоп. Ну да, тут всякие виолончаря. Сочи. Ух ты, какой плющ. Ну или какая там... Растения, в общем, изображенные, вырезанные. Красота. Пошли дальше. Наверное, уже... Вроде как все обошли. Сейчас только надо будет попробовать вернуться. Посмотреть, что там за... За... Что использовалось в качестве лака. Темненькая. Смычки. О, я тут теперь ядно. Красивая резница, кстати. Надо так чисто мое в архитектурное немножко. Залипание. Баночки. А, они пахнут. Так. Это, в общем, да, лак. Из разных материалов. Сандор... Сандорак. Рубин, шнельнак. Ну, в общем... Делайте скриншот. И потом... Переводите, что же это. Да? Сраночек написано, что вообще длина контрабаз. Вот это был какой-то маленький контрабаз, получается. В общем, это всякие разные материалы, из которых делается лак. Это, кстати, на смолу похоже. Ну, в смысле, на живицу. Тут тоже. Ну, тут, да, скорее всего, разные смолы. И, собственно, вот. В этом порядке, в каком они подписаны, в таком они расположены. Все, вот это вот. А, а, здесь уже... Понюхать можно. Вот что. Окей. Окей. Окей, вот это вот... Что-то бензообразное. Вот это оно. Вот это оно. Бензообразное. Бензообразное. О, прополис. Прикольно. А где прополис? Тут. А тут и лунит. Ну, ладно. Да, прополис. И... А, торпентин. Ну, то есть, как-то... Я не знаю слово торпентин, а русское, как он называется? Все время забыла. Ну, да. Вот. Ну, собственно, все. Мы пошли внизу и по-быстрому. Так. Все-все. Оп. Так, у меня стало здесь процентов. А, здесь... Мне же телефон пишет. То есть, разные породы дровесины, из которых... Бух-то, гладенько. Из которых делаются скрипки. Ну, не только скрипки. Вот. Флогенлаугенмахорн. Какой-то птичек. Бергахорн. В общем, вот всякие разные клёны. А это разные ели. Фихт, это ели. Ну, различные. Приятно. А вот ели уже более такая, зернистая. Клён более... Клён более... Какой-то хладкий. Соскоса плоский. Вот. Так что... Пошли. Спасибо. Это был очень интересный. А, единственная вопрос. Что касается маска? 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 Да, ларвы. Да. Да, это в Фасчинге, в Мюнтенвальт-Традицион. А, окей. Да. Это, который в каждом 5-м году состоит? Нет, это Боснамарк, это каждый год, в Мюнтенвале просто, в Мюнтенвале, в Мюнтенвале, в Мюнтенвале, то есть, где можно было в Локал-Локал, и в Мюнтенвале тоже. Это было раньше Гайденбар, и это было в Гайденбарн-Музее. Хорошо, спасибо. У вас тоже есть фасшинг? Нет, коронавирусно, у меня все осталось. Окей. Но, я надеюсь, что я съеду. Окей, спасибо. Фреска, я уже забыла, какого года фреска. 1765-го, что-то в этом роде. Да, вот, те самые фрески. О, я тут не единственная русскоговорящая, это прикольно. В общем, пошли ловить солнце. Так, только не падаем. Прикольно. И будем прощаться, потому что осталось 10, а может быть, уже и 9%. Круто, мы успели посмотреть Мюнтенвальд за полтора часа, и в музей сходили. И вообще, прикольно ж. День удался, скажу я вам. Так, меня тут обстреливают снежками. Окей. Ребята, я не могу сказать. Эй, это опасно с кем-то. Это опасно. Это, спасибо. Это может быть опасно. Кем-то опасно. Кем-то идти. Ком-то идти. Ком-то идти? Ком-то идти. Я был в музей. Ком-то идти. Ком-то идти? Да, да. тут просто мальчишки кидаются со всеми льдом лед это ну не очень круто я просто помню что мы как-то тоже в снежки играли и в итоге в итоге тому одному из одноклассников врезали льдышкой вот да классно погуляли сколько у меня там осталось три процента у меня сейчас отрубится телевод скорее всего так что спасибо вам за то что были за то что сходили вместе было клёво в ущелье я уж точно сегодня не пойду поеду домой ой все 30 секунд было весело пока пока у меня телефон разрезать разрядился всем хорошего воскресенье и завтра понедельника до встречи пока что будет быстрее на эту кнопочку выключить или у меня вырвется телефон по-моему второе точно и все пока да что ж ты будешь